Девушки отдыхают Сопернику, который мог нам попасть в плавуф В команде селекта Ну, на все 100% сказать Никто не сможет никогда Мы паршивенько Крайне паршивенько играли на всех трех картах За атаку, так как у нас сейчас митя координирует Я и ребята плюс-минус помогаем Я думаю, так как наемник Плюс больше, гораздо каких-то таких Более свободных моментов в игре Это не позволяло нормально, четко Уверенно делать выходы Хотя, с моей точки зрения, индивидуальный скил В этом и заключается, чтобы в зависимости от того Что тебе скажет координатор Собрано четко, так как уже было много раз обсуждено Потому что одно дело тактика А другое дело вот именно всякие микромоменты Связанные там с выходами, со стрихами С простейшими и иногда с более сложными Там фишками Это все нужно делать автомат на автомат А когда даже в этом куча проблем То говорить, наверное, особо не о чем То же самое индивидуальное КПД каждого из нас Там мои жесткие фейлы на том же ДАСТе Ну вообще в целом с АВП Когда я там на том же Инферно попадаю Блин, реально там неплохие фотки Плюс некоторые тяжелые выстрелы А потом весь ДАСТ там У меня 70% промахов Это в принципе фраги Которые я просто обязан делать Это полный дурдом Сказать особо нечего Я просто хочу отдохнуть Дальше будет видно в следующем году Потому что, ну Сказать, много всего внутреннего Правда тяжелого Когда вот происходит Такие вот всосы Такие, ладно, проигрыши Как на ВЦГ, на МСА Дикий фейл в СССР Из-за этого такое слабое выступление Ну и так далее И, конечно, другие игроки то же самое То есть там, извиняюсь Из сильных выступлений Можно сказать, что За какую-то из сторон На одной из карт За все время турнира Кто-то где-то зажигал Антон на трене за КТ Мы с Митиной Инферно против Селекта За КТ Там, не знаю Мишка где-то я помню Там нормально разбирался А потом А где стабильность? Нужна стабильность Сильные команды те, которые Как минимум в команде Два-три игрока работают У других идет игра Даже когда нету жестких тактик Как, например, там М5-тим У ребят жесткие скилы Они вместе сыграны Вот они так и играют У нас такого нет Плюс Очень, я говорю Слабая КПД индивидуальная Хотя вроде бы все тренировались Не знаю Не так давно из команды Был удален Вадим Зимин Майз Ну, точнее, он сам Первый ушел Вопрос к тебе Повлияла ли замена Костина на Майза Который, к примеру, на том же самом ВЦГ Показал худший результат В плане игровых коэффициентов По сравнению со всеми людьми Которые участвовали в групповых И прочих стадиях Ну, эти все факты Это, конечно, мне особо не интересно Денис сыграл нормальное мое мнение Он старался Были хорошие моменты Стабильно как бы был На хорошей мотивационной волне В настроении На Инферно, когда у нас Нам было сложно Там даже бывала ситуация Митя просто сказал Что, во-первых, он реально Не очень любит эту карту кормировать Во-вторых, что просто Какой-то дурдом у него в голове происходит Дэн почти сразу начал прям предлагать Дальше я буквально там Чуть-чуть ему Убирал шероховатости Когда мы начали раскачивать У меня все было ровно То есть реально человек Который в нужный момент Всегда был рядом И, видимо, это Хорошее качество для молодого игрока Он меня с ряда Хороших сторон Приятно удивил Отсутствие Вадима в команде Это плюс или минус В игровой плане? Сейчас на первом турнире Конечно, минус Потому что там Были разного рода наработки И так далее Но, если столько наработок То почему тогда Такие страшные счета На том же ВЦГ Поэтому, так как просто Не было у нас особых дней И вообще возможности потравлеваться Да, мы приехали 4 плюс 1 В ряде вещей Использовали уже То, что у нас есть базу Наверное, за счет этого Были какие-то неплохие стороны Отыгранные Но зато Потом дикие фейлы За другие стороны И как результат Вот этот проигрыш селекта Потому что тот же трейн Мы и не имели Как можно проиграть карту Ведя 15-8 Как можно проигрывать карту Нюк Выигрываю белорусов 15-8 за контров Это мистика Но это мистика удивительная Причем, если разбирать раунды То там только слезы Я не знаю Наверное Только Вот в такие моменты Четко понимаешь Что всегда Вот в самых жестких В самых жестких Этапах команды Тут только два варианта Если реально ты понимаешь Что не можешь играть с людьми Ну я имею в виду Вот ряд людей Понимают Что вот с этими не могут С этими не могут Плюс менеджер не против замен Да То надо менять Или надо тогда вообще Я не знаю Разваливаться Девать что-то с нуля А если все-таки Шанс есть И люди понимают Что они готовы Идти дальше в дорогу В итоге После всех таких тяжелейших Проигрышей и турниров Мне кажется может сложиться Очень хорошая команда Сейчас у всех в голове Ажиотаж Нужен отдых Много очень расстройств У всех по-разному Я эмоциональный Ярко открытый Да У меня часто это видно все Как бы Ну и мне не особо Не хочется это скрывать У других Бывает да Как бы люди просто держат себе Но все на праве Вся команда сейчас в жестком Как говорят в корном мире Тильте То есть очень все расстроены Ну вот так вот Давай напоследок Очень много конструктива Два есть вопрос Извечно русских Первый вопрос Кто виноват Я говорю сейчас про К примеру Тот момент Когда ты пришел в команду И можешь действительно Отвечать за ее поступки Кто виноват В такой плохой игре С чем это связано Такая плохая игра Получается Виноват Более возрастной Костяк команды И Постоянная Постоянная Слабая Вот такой Слабый прогресс В ключевых вещах От молодых Получается Одного человека Обвинить не могу Знаю точно Что кикхакера Была ошибкой Я знаю Между нами У тебя тоже есть Своя субъективная точка зрения На этот счет Я правда считаю Что у кикхакера Была ошибка И даже если у игрока Есть такие проблемные темы И зоны Если этот игрок ценен А мое мнение Что все понимали Что хакер ценен Нужно уметь дополнительно Себя Как например Координатору Или кому-то Заводить И реально дополнительно Работать с этим человеком Или хотя бы Просто его жестко Координировать Каждый раунд Я помню Мы общались на эту тему Поэтому Вот это в нем Мое мнение Факт То есть был убран Не тот Наверное Кто должен был быть А дальше пошла цепочка Которая называется Пришел Лекс А в итоге Это как шило на мыло Единственный плюс Перед Ромчиком Это ну наверное Просто гораздо больше опыт И из-за этого Эмоциональная стабильность Я сижу Хладнокровно играю Как бы я тяжело не проигрывал И как бы я не выигрывал А так Ромка в целом Отличное КПД Большое желание Человек над игрой работает Да Есть у него там фейлы серьезные Которые надо исправлять Но мое мнение Отчего Все равно игрок ценен И второй Тоже извечно русский вопрос Что делать Как ты видишь Для себя Так как ты активно общаешься И с самими игроками К примеру И со мной И с Антоном Снегом Как ты для себя По собственному большому опыту Видишь дальнейшее продолжение Жизни команды И будет ли вообще Это жизнь Конечно жизнь будет Это проект Который появился В этом году Только в мае месяце Все идет своим чередом Простота гиперответственности То качество И мне все равно Если кому-то Не нравятся факты Но то качество И тот для СНГ Новый уровень Который мы привносим И стараемся вам всем показать Именно работой с сайта Репортажами Подходом Акциями Вниманием Гволейщикам И так далее Мы это все Только будем Ну скажем так Улучшать Совершенствовать И развиваться То что у КС состава Уже все это время Постоянная вот эта проблема И то надежда есть То дикие фейлы Да Лихорадит безумно Состав М5 Это 5 жестких игроков Которые играют очень давно Причем С одним из них Я очень долгую дорогу прошел Два других Вообще всегда были в топ 3 России Порядка 6-7 лет Это очень сильные игроки Индивидуально Им смело дал условия Да У них тоже были дикие фейлы Дали развалиться Ребята сейчас двигаются Если они дальше разваливаться Не будут все равно Определенные результаты У состава будут А яркие именно Безумно красивые победы Зависит только от них Потому что только за деньги Стать лучшими из лучших Невозможно Действительно нужна страсть Это и про них И получается про нас У нас история другая Два-три опытных Плюс молодежь В Ironville я пробовал В других составах Virtus.pro И не факт вообще Как я и говорил в интервью Что например Тому же мне есть смысл возвращаться Да Но так как сейчас Все это произошло Уходить я точно не собираюсь Проект 2012 Входить с оптимизмом У нас хорошая база У нас потрясающий менеджмент Спасибо Антону Который действительно верит И ё-моё Уже как он тоже От всего этого бреда устал Но на то это и проект У нас разные дисциплины У нас хорошие планы И мы работаем Поэтому что Видимся в 2012 Новый год надо максимально использовать Чтобы выпустить весь пар И просто забыть про этот год Но прононизировав ошибки Попытаться в следующем году Вот реально собраться Замена возможна в 2012 100% 100% возможно или 100% будут Нет 100% возможно конечно Именно в этом плане Значит в принципе Если 100% возможны Возможно что в 2012 год ВП войдет в новом составе Либо в видоизмененном В теории да То есть в теории Скажем так Очень сейчас такие Тяжелые мысли У того же Мити Богданова У меня очень Жесткие сомнения Тем более если у Мити Там такие расклады То нужно сейчас время Чтобы все было понятно Потому что человек Реально очень Ну как бы устал И он считает Что и у него Есть очень большие фейлы Которые он допустил Соответственно что делать Поэтому не знаю Антону Я просто аккуратно намекнул Что да Возможно всякое Спасибо Леш Всего доброго До встречи в следующем году Спасибо Счастливо Субтитры создавал DimaTorzok